Комета 288П Прежде чем говорить, нужно с головы встать на ноги. Я приведу пример, сейчас очень наглядный и простой, чтобы вы поняли, насколько здесь ситуация неправильная. Я когда-то, еще в юности, читал книжки «Объяснение релятивистских поправок для Солнечной системы». Ну вот, оклонения есть, считают релятивисты, у Меркурия, но вот надо посмотреть, такие же поправки релятивистские есть у Венеры, Земли, Юпитера и так далее. Вот книжки полные математические, очень тяжело читать, очень неправильные и, естественно, вы не будете их читать, если вы не придерживаетесь релятивистской теории. Ну, мы знаем вот эти ошибки, которые, скажем, возникли из-за этого Аризонского кратера. Значит, он, все идет от Земли. Значит, у вас не ударный кратер, а вулканического. Или вот возьмите, значит, потепление климата. Это не внешние условия, то есть не человеческий фактор или производство хозяйственной деятельности. Это, значит, объем и скорость протекания нагрева воды в океанах. И у вас подтопление, там, Гренландия или льды Арктики, Антарктики. И здесь-то точно так же. Прежде чем обсуждать какие-то детали этой кометы, надо встать на ноги. Ну, вот давайте я сейчас приведу пример. Очень простой, наглядный, вы поймете, о чем я. Ольга, 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 ольга. Продолжение следует... Ну, вот эти вертушки, фейерверк в виде вертушек. За счет чего вращение происходит? За счет реактивного движения вот этих струй. Там летит не только вот так, как излучение идет жесткое, там, электромагнитное, а частицы. Они знают размеры частиц, причем они довольно там интересны, распределение этих частиц, фаз и так далее. Я сейчас покажу вот этот самый научный такой ролик, где диктор, ну, таким механическим голосом, поясняет, поясняет, значит, принцип работы, метод, метод, как работает и модель, модель вот этого бинарного, двойного астероида кометы. Ну, комета называют, потому что, я говорю, она идет с хвостами, тут два хвоста. Вот, посмотрите. 21 сентября 2017 года. Хаббл нашел уникальную комету, состоящую из двух половинок, двухядерная комета, 288 рублей в представлении художника. Видите, голос говорит, двухядерная комета, 288 рублей. Ну, это как вот, это говорилка, вот, тоже делает такую ошибку, значит, задача двух тел. Она произносит задача двух телефонов. То есть вот это словечко, здесь 288 п, надо сказать. Ну вот, а дальше повторяется. Москва, 21, 7, РИА Новости. Орбитальная обсерватория Хаббл открыла уникальную комету в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, имеющую не одну, а сразу два ядра, вращающихся друг вокруг друга, говорится в статье, опубликованной в журнале «Лейча». Эта комета возникла совсем недавно, около 5000 лет назад. Скорее всего, она распилась на две части из-за высокой скорости вращения вокруг своей оси. После того, как ядро 288 рублей раскололось на две части, ее половинки постепенно удалились друг от друга благодаря выбросам, которые возникали на их поверхности в результате испарения льда, рассказывает Джессика Агарвалл из Института изучения Солнечной системы в Геттингене, Германия. Достаточно долгое время астрономы считали, что все кометы Солнечной системы обитают в ее холодной части, далека за пределами орбит Марса и других планет земной группы, в окрестностях которых они проникают лишь на короткое время, и потом возвращаются на окраины нашей планетной семьи. Фотографии кометы 288 рублей, полученные Хабблом Фотографии кометы 288 рублей, полученные Хабблом это представление пошатнулось недавно, после того, как ученые обнаружили в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера целое кладбище комет. В его пределах обитают сотни так называемых комет-лазарей, небесных тел, ведущих себя одновременно и как астероиды, и как кометы. Как показали первые наблюдения за ними, в кометы они превращаются после того, как как они покидают пояс и сближаются с Солнцем. Астероид 288 рублей, как раньше считали ученые, относился к числу типичных обитателей этого кладбища. Осенью прошлого года он покинул пределы пояса астероидов и начал сближение с Солнцем, что дало возможность астрономам проследить за формированием его хвоста, используя камеры и инструменты Хаббла. Первые же фотографии 288 рублей раскрыли крайне неожиданную картину. Оказалось, что эта комета-лазарь состоит не из одной, а из двух независимых друг от друга частей, удаленных на достаточно большое расстояние друг от друга. Это делает ее первой уникальной двухадерной кометой Солнечной системы. Большую загадку представляет то, как могла возникнуть эта комета. Как объясняют ученые, ее половинки расположены на слишком большом расстоянии друг от друга для того, чтобы они могли возникнуть в результате каких-то внутренних процессов в бывшем едином ядре 288 рублей. По мнению Агарвал и ее коллег, в далеком прошлом прародительница 288 рублей могла столкнуться с каким-то другим объектом, который заставил ее растрескаться и сдул пыль, покрывавшую ее поверхность и зачищавшую ее льды от лучей Солнца. В результате этого комета начала таять, и струи газа, вырывавшиеся из ее недр, раскололи ее на две части и заставили половинки кометы разойтись на большие расстояния. Пока непонятно, есть ли другие подобные объекты в поясе астероидов или в Солнечной системе? В целом, как отмечают ученые, они открыли необычную природу 288 рублей совершенно случайно, и поиски ее собратьев потребуют огромных усилий. Сейчас Агарвал и ее коллеги пытаются просчитать вероятность существования аналогичных комет и ищут способы их эффективного поиска. Ну вот в чем здесь ошибка? Ошибка как раз состоит в том, что они не понимают, что массы, закон Ньютона не работает. Закон Кеплера работает, он первичный. Вот за счет реактивного движения они двигаются по эллипсу и, значит, вылетают частицы. Частицы, там вот промелькнула таблица, 6 микрон и 60 микрон. Вот такой разброс, довольно большой. В 10 раз тяжелее, в 10 раз больше. Значит, вот эта Джессика, она, твою фамилию я не выговорю ее, Джессика, она участвовала и с этим же коллективом, или там, ну не знаю, с этой компанией они сделали другую работу. Они доказали, что комета Чурюмова-Герасименко, она состоит из двух сформированных вот кусков головы и тела, значит, которые сформировались совершенно независимо и соединились. Соединились. А что говорит Джессика? Она говорит, что вот эти два куска где-то были там очень-очень далеко за, может быть, за пределами Солнечной системы. Системы, а когда вот попали сюда, или даже пускай они вот тут были в районе главного пояса астероидного, все равно они подлетали, когда сближались с Солнцем, они оттаяли. И вот Джессика там говорит даже, что что-то попало, попал какой-то кусок, развалился, вот была защита у них какая-то, это снежок, не снежок, в общем, какая-то защита, они, а потом центростремительные. А здесь наоборот, центробежные силы заставляют их соединяться, соединяться все, все вместе, в кучу. Вот. Они образуют таким образом, образуется комета вот эта двойная, но тут она еще двойная, а потом образуется длинные, вот мы их видели, эти кометы, и мы знаем прекрасно, вот я приводил примеры комет, которые сближаются с Землей, они когда сходят со своей, значит, аттрактора, своего пути начертанного, они, пролетая мимо Земли, значит, мы их видим, что каждый почти шестой астероид, комета, значит, имеет двойную форму, ну, вот типа утенка, значит, голова и тело. А здесь вот такая ошибка. Это, ну, это очень неправильно. комета 288П, она опровергает вот идеи, которые высказывал Кип Торн и компания, которая вот на той неделе получила Нобеля, там мы говорили, в чем там проблема, черные дыры начинают вращаться вокруг, ну, вокруг двух друга, и из двух дыр получается одна. С чего бы это могло в слиянии? Нет такого механики. Мы говорим, вот если даже там где-то двойные звезды или Луна, ну, Луна с Землей тоже вращается вокруг центра тяжести двух этих объектов, то есть две дыры, черные, имеющие там массу, вот они рассказывают, значит, они не будут сливаться, а еще тем более они там сочиняли, что они сливаются со скоростью звука, издаются колебания, вот эти идут по всей Вселенной со скоростью звука, слышно, показывают это. Это такая ерунда, что не подается. Это помимо всего там критиковать и критиковать, но вот я это говорил там, вот эти наши релятивисты предполагали, что получат, значит, ну я говорил там одни, ну, Вайс, Кип Торн и там предполагали, что директор вот этой самой лаги, вот этой лаборатории. А далее все-таки там, ну, Вайсу, Кипу Торну и третий фамилию я забыл, он был вот на встрече Брайан Грина. Кип Торн, его теория гравитационных волн и подобных, и черных дыр и так далее, взгляд, который остался ему в наследство от Эйнштейна, от релятивистских представлений. Сейчас большая группа ученых работает над конкретными полетами и изучением конкретных космических тел. Ну вот, комет, в частности, значит, запущен розеттоаппарат, был запущен, ну и сейчас летает, запущен к комете Чурюмова-Герасименко. И я хочу перейти к статье, которая рассказывает вот о ней, о комете, о конкретных как бы уже явлениях, но из-за вот этого наследства релятивистского здесь получается, ну, теории, подходы к пониманию явлений вот с этими кометами, значит, формальным, неконструктивным, глубоко ошибочным. Вот такая феноменология обыкновенная и соединение совершенно, ну, каких-то несвязанных вещей, как вот здесь, скажем, с этой кометой 288П, приводит к колоссальным ошибкам. Я сейчас, значит, разберу статью, уже ее обработаю таким образом. Я написал текст и сейчас проговорит этот текст «Балаболка». То есть, вот, компьютерная программа «Николай», вот, там подход, посмотрите, насколько он испорчен. Почему? Потому что авторы не признают эфир, отсюда все разваливается. Все, ничего не связано, ничего, никакого понимания. Ну, а потом я просто хотя бы прогоню статью тоже, которая рассказывает о структуре, морфологии, строении вот этой кометы Чурюмова-Герасименко. Там вот мы посмотрим струи этой кометы, а потом я посмотрю, покажу фотографии, просто фотографии вот этой кометы. Сейчас время прошло, здесь появился материал, расскажу об этом. А потом еще такая цель у меня, вот, смотрите, эфир, струи, образуются кометы-астероиды. Откуда эфир? Ну, эфир не только в космосе, он везде. Он проявляет себя вот в недрах нашей Земли, Луны, Меркурия, Марса и так далее. Здесь тоже, тоже явление... Ну, вот мы посмотрим на Гавайские острова, я хочу... Тут замечательный фильм, я... У него неплохой текст, я постараюсь успеть что-то здесь прокрутить. Ну, хотя бы фрагменты, посмотрим, вот такой план у меня. Заголовок этой статьи сформулирован в виде вопроса, являются ли кометные полевые струи источником разрушения кометных утесов? Контекст. Полевые струи наблюдались на всех кометах со времени миссии Джотто, по наблюдению за полетом кометы Галлея в 1986 году. И все же их механизм формирования остается неизвестным. Было предложено несколько решений, включая либо специфические свойства активных областей, либо местную топографию для создания и фокусировки потоков газа и пыли. Хотя морфология ядра, по-видимому, отвечает за более обширный круг возможностей. Изображения высокого разрешения показали, что широкие потоки состоят из множества мелких струй, шириной несколько метров, которые соединяются непосредственно с поверхностью ядра. Цели. Мы контролировали эти форсунки с высоким разрешением в течение нескольких месяцев, чтобы понять, какие физические процессы приводят к их формированию и как это влияет на поверхность. Методы. Используя множество изображений тех же областей с различными углами обзора, мы выполнили трехмерную реконструкцию коллимированных струй и связали их точно с их источниками на ядре. Результаты. Мы показываем здесь результаты наблюдения того, что струи северного полушария кометы Чурюмова-Герасия-Менко возникают из областей с резкими топографическими изменениями, с описанием соответствующих физических процессов. Мы предлагаем модель, в которой активные утесы являются основным источником струй и следовательно, области, наиболее быстро разрушающие кометы. Видение. В марте 1986 года Джотта пролетела рядом с ядром кометы Галлея. Одним из ее многочисленных открытий было осознание того, что кометная активность распределена неравномерно по освещенной поверхности. В действительности, оказалось, что большая часть ядра была темной и казалась неактивной, в то время как на нескольких процентах поверхности ядра возникли коллимированные потоки газа и пыли, которые обычно переименовывают в струи. В последующие 30 лет, 5 различных кометных ядер посещались космическими зондами, одно из которых, дважды, ядро кометы Темпл-1. По прилету, миссии предоставили огромные массивы данных, но по определению они могли наблюдать только свою цель на фиксированном гелеоцентрическом расстоянии и на короткое время. Это привело к лучшему описанию кометных струй, но нет определенного ответа относительно того, что представляют собой физические процессы, которые управляют ими, и что они означают для эволюции поверхности ядра. Было предложено несколько решений, некоторые включали локализованные физические механизмы на поверхности и в недрах ядра, смотри, обзор Белтон, 10-го года, и объясняют струи в роли. Повторение этих поверхностных неоднородностей. Альтернативные модели вместо чисто динамических процессов включают фокусировку потоков газолокальной топографии, Келлор и другие, 94-го года. Крифа и другие, 2002-го года, без необходимости в конкретных поверхностных свойствах. По-видимому, реальный механизм, скорее всего, является сочетанием обоих процессов. Несмотря на то, что крупномасштабные струи подвергаются топографии, данные с высоким разрешением показывают, что эти функции представляют собой сборку гораздо меньших струй, которые можно проследить вплоть до поверхности, указывая на области с различными свойствами, чем их окружение. В своем обзоре механизмов, создающих коллимированные оттоки, Белтон предлагает номенклатуру различных типов реактивной активности. Тип 1 описывает пылеотделение, в котором преобладает сублимация воды через пористую мантию. Тип 2 контролируется локализованным и постоянным воздействием сверхлетучих компонентов изнутри. В то время как тип 3 характеризуется эпизодическими выбросами суперлетучих компонентов. Струи типа 1, по-видимому, не связаны с определенной морфологией и, как правило, более широкие и разнообразны, чем другие процессы. На комете 67П, Чуюмова Гера Семенко, в дальнейшем 67П, этот тип, с конца июля 2014 года, имеет место для самой большой струи, возникающей из провинции Хапи, границы раздела между двумя лепестками ядра. Источник этого процесса не связан с особой местностью, отличной от всей гладкой поверхности провинции Хапи, которая также показывает более яркий и среднесиневатый спектр, видимым и в инфракрасном диапазоне. Струи типа 2, называемые также филаментами, отображают гораздо более коллимированную структуру и были прослежены до конкретных областей кометных ядер. Например, на комете 81П, струи могут быть связаны со стенками больших вертикальных односторонних ям. На комете 9П такие струи также были связаны с ограниченной областью, соседствующей с большой гладкой местностью и в частности, с искривленным краем этой местности, Фарнхом и другие, работа 2007 год. Струи третьего типа связаны с более спорадическими событиями, вероятно, с микровыступами или другими взрывными процессами. Для продвижения этой темы необходимо иметь более длительный охват активности и данных высокого разрешения ядер, показывающих, как изменяется поверхность в активных областях. Космический зонд Росетта наблюдает комету 67П за 2 года номинальной миссии. Это позволило нам получить подробную характеристику суточной и сезонной эволюции кометы. В этой статье описывается, как струи связаны с активными источниками, наблюдаемыми с момента прибытия Розетты, комете в августе 2014 года, когда расстояние до Солнца составляло 3,6 астрономических единиц, до момента равноденствия, которое наступило в мае 2015 года, когда расстояние до Солнца составляло 1,6 астрономических единиц. За это время величина перемещения кометы по орбите составила сектор от угла плюс 42,4 градуса до угла минус 5,7 градуса. Поэтому приведенные здесь результаты применимы для кометы 67П только к северному лету. В четвертом разделе мы рассмотрим, как результаты данной работы могут быть экстраполированы на другие регионы и различные кометы. Хотя струи, охарактеризованные в этой статье, могут быть описаны как второй тип, повыше указанной номенклатуре, мы видим, что они не обязательно связаны с наличием сверхлетучих веществ и могут неплохо регулироваться с помощью только сублимации воды, если при этом существует некоторый морфологический контроль потока. В этом смысле струи были бы, скорее, похожими на малый масштаб струй первого типа или быть совершенно новым типом. Вот этот последний абзац видения прекрасно иллюстрирует всю беспомощность, теоретической позиции авторов настоящей статьи. Деление струй на три типа, по чисто внешним признакам струй и мест, откуда они извергаются, напоминает мне описание вулканов в зависимости от вида горы и кальдеры, а также химического состава базальта. Понятно, что вулканические процессы, скрытость человека, и чисто внешнее описание сложнейшего природного феномена, в принципе, ничего не дает. Люди рисуют или фотографируют форму кратеров, пытаются классифицировать их, однако, не зная истинных причин, страшно ошибаются. Пришлось немало потрудиться, пока поймешь источник заблуждения относительно причины возникновения большинства кратеров на Луне и на других космических объектах. Если исследователь не знает истории, связанной с событиями вокруг Аризонского кратера, он ни за что не догадается о причинах появления абсолютно ложного пути развития американской космонавтики по программе Аполлон. Собирание лунных коллекций базальтов также бесполезно, как и земных или марсианских. На первый взгляд авторы данной статьи опираются на голые факты, ничего не придумывают и пользуются мощнейшими инструментальными средствами. Однако их методика выглядит крайне примитивной, так что любой феноменологический подход, например, Карл Линейя, по вопросу классификации живой природы, представляется более научно обоснованным. Что ж, давайте перейдем ко второму разделу этой работы, где проанализированы методы, на которые опирались авторы. Итак, раздел 2. Методы. Подраздел 2. 1. Наблюдение. Инструмент OSIRIS состоит из двух камер, с узким ракурсом, величиной 2,18 градусов, и широким ракурсом, с величиной 11,89 градусов. Обе камеры оснащены наборами фильтров, выбранными для исследования состава ядра и комы, соответственно. Обычно мы контролировали активность газа и пыли с помощью камеры ВАК, примерно раз в две недели для гелиоцентрических расстояний больше двух астрономических единиц и один раз в неделю после этого. Номинальная последовательность имела набор наблюдений один раз в час для полного вращения кометы, перед 12 часов. По мере сближения розеты и кометы с Землей, объем данных увеличивался, и мы обновляли наблюдательную последовательность до одного набора наблюдений каждые 20 минут в течение 14 часов. Это дает нам хорошее освещение суточной и сезонной эволюции кометы. Наблюдения за полевой струей состоят из двух изображений в видимом спектре. Центральная длина волны 612,6 нанометров, ширина полосы 9,8 нанометров, одна с короткой экспозицией для ядра и одно с длительным воздействием на самые слабые структуры. Как правило, длительное воздействие в 30 раз больше короткого. Например, при трех астрономических единицах, мы использовали время экспонирования, соответственно, 15,1 секунды. Ниже следующие числовые характеристики опустим. Начало следующего абзаца. Мы определяем струи как нечеткие, коллимированные структуры комы пыли, которые, по-видимому, возникают из ядра. Мы определяем джеты, как нечеткие, коллимированные структуры комы пыли, которые, по-видимому, возникли из ядра. Здесь, естественно, встает вопрос, а откуда возникли ядра? Ответа нет. Авторы даже не пытаются искать его. В эфир они не верят. Получается, что ядра комет рождаются из ничего. Так, для двойной кометы, обозначенной, как, 288 п, с двумя невесомыми ядрами, разнесенными на 100 километров, вращающихся по эллипсу неизвестно сколько времени. Впрочем, дается оценка, в 5000 лет, которую, однако, взяли, по существу, с потолка, так как ученые абсолютно не догадываются, откуда берется пыль реактивных струй, вылетающих из двух ядер, этой двойной кометы. Но продолжим чтение нашей статьи. На рисунках А2А4 показаны типичные последовательности мониторинга. Они характерны для большого числа реактивных струй, обнаруженных в обычном режиме. Мы рассчитывали в среднем 20 струй на любой момент времени, что является лишь нижним пределом для реального количества полевых объектов. Каждая струя имеет ширину не менее нескольких пикселей. Изображения с более высоким разрешением показывают, что струи всегда могут быть разделены на тонкие струйки, как правило, не больше нескольких пикселей. Эти описания кажутся совершенно излишними. Достаточно посмотреть на фотографии кометы 67П, чтобы понять ее структуру. Задача ученого, найти объяснение этому загадочному объекту. Увы, для него не существует даже очень приблизительного объяснения. Далее авторы углубляются в технические детали, где рассказывают, как достичь наиболее адекватных снимков струй. При вращении кометы 67П, струи вращаются вместе с областями, откуда они исходят. Высокое разрешение OSIRIS позволяет точно определить активные источники, в принципе, хотя процесс не является простым. Действительно, одиночные изображения предоставляют только двумерную информацию, поэтому приходится объединить несколько наблюдений для восстановления истинных трехмерных структур, которые мы хотим изучить. Для этого мы разработали два независимых метода, слепую и прямую инверсию, как описано в следующих разделах. Читатель напрасно думает, что авторы раскроют ему природу струй. Здесь они доходят только до описания рельефа сложной поверхности кометы, но к сожалению, не догадываются о существовании мировой среды. Тем самым, они напоминают озабоченных муравьев, ползающих по лесу, и решивших выяснить для себя причины возникновения травы и деревьев. Описать размеры и количество листвы, конечно, можно, но это не приблизит их к решению поставленной задачи. Как вы заметили, вот последние страницы относятся к другой статье, рассказывающей о морфологии отдельных областей вот этой поверхности, этой кометы 67П. Я подробнее не могу останавливаться на этой статье. Времени нет, а я хочу, обещал, обещал рассказать о базальтах и показать фильм. Для примера возьмём один, вот вулкан Шири-Луч, который находится на Камчатке. Вот тут карта, вулкан сложный, вот его снимки, он действующий. И сейчас я покажу конкретный состав, химический состав базальтового пород. Значит, здесь 88 позиций. То есть, есть древние какие-то породы, есть молодые, есть отроги. То есть, с разных мест, вот 88 точек, проб взяты и проанализированы химический состав базальта. Значит, во всех точках приблизительно одинаковое число, половина выбросов, это силициум О2. А потом вот двуокись титана, алюминий 2О3, феррум 2О3, феррум О, магний, это самое, магний, марганец, кальций, натрий, калий 2О, фосфор 2О, вода. Значит, в зависимости тут надо посмотреть. Короче говоря, вот состав. Эта таблица, она составлена Ивановым в 2008 году по, значит, по, как тут написано, работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Номер такой-то, вот, есть тут фотографии, есть, в общем, рассказывается. Главная нам задача – это химический состав и посмотреть, насколько он разнородный. Работа очень нужна, почему? Потому что, значит, вот в зависимости от базальта вы можете знать, узнать вообще, откуда камень. Вот, и по времени, и по месту. Если, например, метеорит бывает прилетит, значит, допустим, с Марса, вы можете по химическому составу приблизительно сказать, что это марсианские. Лунные кратеры есть, то же самое. Различный состав имеет различный. Так, в общем-то, значит, вроде как больше так особо-то незачем знать этот химический состав. Цифры усреднённые, что бы вы тут ни брали, всё равно вот эти позиции, 88 позиций, почти сотни. Ну, посмотрите. Это иллюстрация того, насколько разнообразен базальт. Мы говорили об этом, но я сегодня эту тему поднимаю для того, чтобы вот закончить вот этот 103-ю часть конструктивного познания, фильмом, о котором я уже сказал, хочу его. Он мне очень понравился. Очень хорошее качество. Это телевидение HD Live. Ну, давайте смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Путешествие к вершине Мауна-Кеа для многих становится самым запоминающимся впечатлением от Гавайев. На пути к вулкану встречаются места, где кажется, что время остановилось. Мауна-Кеа Мауна-Кеа переводится как «Белая гора». Вулкан высотой 4200 метров – самая высокая гора Гавайев. Здесь расположена обсерватория Мауна-Кеа, самая большая обсерватория в мире. На самом деле, это целая группа астрономических исследовательских центров из разных стран. Гавайи сегодня остаются непредсказуемым местом. Вновь и вновь эти острова напоминают нам, что Земля – это шар из раскаленной магмы, поверхность которого когда-то стала твердой. Гавайи – это маленькое отражение нашей планеты. Микрокосмос, который демонстрирует нам бесконечность созидательных сил природы. В раскаленном потоке магмы мы видим, как зарождалась жизнь на планете. Исвержение вулкана – это захватывающее зрелище невероятной силы и необузданной энергии. Можно сказать, что это уменьшенная модель Большого Взрыва. Эта непостижимая сила природы одновременно завораживает и пугает. Именно здесь человек ближе всего подошел к раскрытию тайны происхождения Земли. Вместе, далеком от всех земных материков. На Гавайях. Гавайские вулканы являются самыми высокими горами планеты. Высокоточные телескопы обсерватории на вершине Маун-Экеа достигают самых глубин Вселенной. Высота Маун-Экеа – 10 тысяч метров, из которых 4200 находится над уровнем моря. Это – самая высокая вершина в мире. Страту – вулкан выше Эвереста примерно на 100 метрах. Интересен и тот факт, что вершины Гималаев медленно уменьшаются в размерах, а гавайские вулканы продолжают расти. Побывав здесь, ты понимаешь, что Земля – это действительно огромный шар жидкой магмы, поверхность которого остыла и затвердела. К примеру, вулкан Килуэа на Большом острове еще 400 тысяч лет будет одним из самых активных на Земле. Сегодня он возвышается над Тихим океаном на тысячу метров. По прогнозам исследователей, в будущем его высота превысит 4000 метров. Всю мощь вулканической активности на Гавайях можно оценить, стоя на краю кратера Килуэа на Большом острове. Расплавленная порода поднимается из земных глубин и закипает в жерле самого большого в мире активного вулкана, будто в огромном котле. От непрерывных извержений магма изливается наружу и медленно стекает по склону горы в направлении побережья. Все гавайские острова вулканического происхождения. Ниткой жемчуга они протянулись посреди Тихого океана. Пока в цепочке островов было обнаружено 90 вулканов, но вполне возможно, что их больше. Гавайи расположены на Тихоокеанской платформе, в от которой магма разогревается особенно сильно и пробивает земную кору, словно пламя паяльной лампы. Вся Тихоокеанская платформа усеяна такими горячими точками. Таким образом и появляются вулканы, через которые потоки магмы вытекают на поверхность. Горячая лава стекает в море, где мгновенно остывает, и превращается в породное образование, напоминающее причудливые скульптуры. На протяжении десятков тысяч лет материковый шельф постоянно меняется. Это отражение процессов, происходящих с материками нашей планеты. Разломы от лавы работают как водоотводы. Лавовые трубы, отвердевшие разломы, по которым стекала лава, обеспечивают приток подземных вод. Богатые микроэлементами вода стекает по ним к побережью океана. Таким образом, на Гавайях возникла особая экосистема с уникальной флорой и фауной. Гавайи — самая удаленная от материка группа островов в мире. Гавайские острова расположены в центре Тихого океана на расстоянии 3850 километров от Калифорнии и 6195 от Японии. Известные ранее как Сандвичево острова, Гавайи растянулись на 2451 километр. От Большого острова на юго-востоке до Тола-Уры, или Океанского острова, на северо-западе. Таким образом, Гавайи — самая большая группа островов в мире. С высоты видно, что Гавайи зеленый. Это заслуга вулканического пекла, оседавшего здесь во времена многочисленных извержений. Вулканический пепел действует как удобрение и благоприятствует развитию растений. Пепел содержит питательные вещества, необходимые растениям — фосфор, калий и кальций. Вскоре после извержения вода, ветер и солнце способствуют появлению на породе тонкого слоя почвы, в которой есть все необходимое для роста. Таким образом, постоянная активность крупных вулканов влечет за собой развитие агрикультуры и рост численности животных по мере того, как нижние слои почвы обновляются за счет пепла. Халима-Умау — самый большой кратер на Килауэ. Его размер — 700 на 900 метров. Он расположен в кальдере самого большого действующего вулкана мира. Озеро лавы здесь достигает глубины в 150 метров. Длина пути через кальдеру — 3,5 километра. Здесь явственно ощущается размер кратера. Начинает казаться, что весь мир целиком состоит из черной лавы. даже здесь практически на коре из магмы и есть растения. Они прекрасно адаптировались к местным условиям и растут максимально близко к раскаленной лаве. Кажется странно, что на самом горячем в мире вулкане природа торжествует так же, как и во влажном тропическом лесу. Застывшая лава почти сразу начинает покрываться трещинами из-за огромной силы натяжения в толще вулкана. Вскоре в трещинах породы начинают появляться первые зеленые ростки. За несколько лет без извержений склоны кальдеры полностью покрываются зеленью. Этот природный спектакль — самое зрелищное явление в кальдере вулкана Килауэ. Процесс разрушения и восстановления, как символ сизифового труда, неповторим в своей природной чистоте. Парк протянулся от побережья Тихого океана до вулкана Мауна-Лоа высотой 4169 метров. В парке сложная и уникальная экосистема, сложившаяся в результате 70 миллионов лет вулканической активности, миграции и эволюции. Более половины заповедной зоны, изначально названной 1 августа 1916 года национальным парком Гавайи, это лавовые пустыни. Кратеры покрыты редкими кустарниками и травой. В целом, это больше напоминает аргентинские пампасы, нежели затвердевшие потоки лавы, обнаруженные на Лансароте или вулкане Тейде на Тенерифе. Тем не менее, кальдеры Килауэа – место особенное. Обнаруженным здесь наскальным рисунком около 600 лет. Они изображают разные формы жизни, вероятно, они служили украшением жертвенников. Судя по всему, каждый рисунок имел свое, особое значение. В легенде рисунки использовались для предсказаний. Например, на такие изображения клали пуповину новорожденного младенца. Если пуповина точно попадала в форму фигуры, ребенка ждало здоровья и долголетия. Если нет, жизнь младенца обрывалась, так и не начавшись. В кальдере повсюду видны следы многочисленных извержений Килауэа. Разные оттенки лавовых потоков объясняются составом лавы. Магма на Гавайях отличается низким содержанием кремния. Поэтому она жидкая и текучая, и газ выходит из нее, как только магма достигает поверхности. Затем она застывает в самых причудливых формах, и взрывов газа уже не происходит. Из лавы формируется базальт, и в зависимости от температурных условий в процессе затвердевания на поверхности образуется порода разной структуры. Как далеко продвинутся горячие породные массы зависит от состава лавы, ведь чем она гуще, тем меньше скорость потока. В этом можно убедиться, взглянув на южную часть кратера Халимама. Раньше в кратере бурлило озеро лавы, но в 1924 году в результате запредельного давления пара в воздушных каналах произошел мощный взрыв. Лава вытекла на поверхность и затвердела. В результате образовались эти причудливые породные образования, которые можно увидеть во время прогулки по кальдере вулкана Гилауэ. Выбросы лавы в результате взрывов происходят в гавайских вулканах крайне редко, а вот из-за относительно низкого давления в очаге вулкана по его склону могут стекать широкие потоки очень горячей и жидкой лавы, часто достигающие огромной скорости. Такой поток может представлять угрозу для всего населения. С 1968 года зона вулканической активности сдвинулась восточнее, к Мауна-Ула, боковому кратеру вулкана Килауэ. Это означает, что материковая платформа, на которой расположена Гавайи, вновь сдвинулась. Лес лавовых деревьев рядом с пахоа совершенно уникален. Этот пейзаж возник в результате массивных извержений Килауэа-Ики в 1959 году. Мощный фонтан лавы, поднимающий воздух, пепел, землю и камни, застыл прямо на краю кратера в виде огромного конуса из пепла высотой в 45 метров. Такие фонтаны могут достигать высоты в несколько сотен метров. Падая с больших высот, капли лавы застывали в воздухе и оседали на землю в виде частичек золы, не смешиваясь со следами предыдущих извержений. На площади более 500 гектаров такой слой достигал толщины от двух с половиной сантиметров до нескольких метров. Зола была такой горячей, что выжигала стволы деревьев, которые когда-то здесь росли. И сегодня тут можно увидеть несколько пустых, белых древесных стволов. От некогда густого леса остались лишь редкие прогалины в слое золы. Растительность, которая растет кое-где по бокам от дороги, появилась здесь уже после. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok